Корни своих желаний, корни своих устремлений к и от, в основе своей, так как мы вообще существа в прошлом, бывшие животными, по теории эволюции обезьянами, корни наших вот этих вот желаний к и от, они лежат в инстинктах. И вот на уровне инстинктов у нас и возникают первичные, самые такие древние, самые архаичные стремления к чему-то и избегания чего-то. Ну, мы уже существа разумные, да, то есть нас преобразовала культура и если мы рождаемся еще как вполне животные, то в процессе воспитания, в процессе, да, там, системы обучения, ну, мы, как бы, сталкиваясь со своими вот этими первичными архаичными желаниями, не всегда можем их там как реализовать. Потому что, ну, в принципе, скажем, в той форме они уже чаще всего неприемлемы для наших родителей, для людей, которые нас окружают. И они нам, как бы, да, высказывают свое неприятие. Иногда мы вынуждены сами искать, как с этим справиться, как эти инстинкты, да, вот, облагородить или оккультурить, а иногда, ну, как бы, нам родители подсказывают, а иногда, вот, непонятно, как это сделать. Вообще существует четыре основных инстинкта, вот, в системном пациентальном дизайне как раз именно эти четыре инстинкта берутся за основу. Это инстинкт репродукции или половной инстинкт, благодаря которому мы продолжаемся во времени, да, рождаем детей, а они рождают своих детей и так далее, и так далее. Мы сохраняемся во времени. Инстинкт самосохранения, благодаря которому мы выжимаем в пространстве, когда кто-то хочет занять мое место или сожжать меня, да, то есть я сопротивляюсь, убегаю, там, или дерусь, или еще, да. Инстинкт пищевой, ну, для того, чтобы жить, да, мне тоже кого-то нужно скушать, да, вот. И инстинкт станды, очень важно знать, и вот не часто его, кстати, вспоминают в перечне основных инстинктов, что мы выживаем все-таки группой. Современный европейский мир, он, как бы, очень индивидуалистичен, и нам так кажется, это иллюзия, не знаю, слава Богу, или к сожалению, это иллюзия, что мы можем жить вот абсолютно независимо от всех остальных людей.